Пожар начался в 4 утра. Загорелась внешняя проводка у входной двери. Жена Павла, Алена, их годовалая дочь и 7-летний сын спали. Глава семьи был на работе. Проснувшись от запаха дыма, Алена с детьми стала метаться по дому. На окнах решетки, выход наружу был заблокирован. Тут женщина вспомнила, что в ванной есть небольшое слуховое окошко. Вот в это окошечко, она сначала старшего сына аккуратно опустила, младшую дочку ей подала, который год он принял, а потом сама выскочила. Потому что уже когда побежала с документами, думаю, может что успею спасти, уже огонь внутрь уже лез. И она уже тоже сама полезла в окошко. Все это напуганная женщина рассказала своему мужу. Парадокс в том, говорит Павел, что он электромонтажник высшего разряда. Проводку в доме делал самостоятельно, даже поставил автоматический выключатель, так называемый защитный барьер от перенапряжения, как раз во избежание замыкания. Возможно, прибор оказался бракованным. 20 августа текущего года ориентировочно в 4 часа 17 минут поступил сигнал на телефон 01 о происшедшей пожаре в районе Северной, СНТ-Нефтяник. По прибытии пожарных подразделений установлено, что дом был охвачен огнем. Как установлено из материалов дел дознавателей, предварительной причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Главное, говорит Павел, что все остались живы. Даже домашние питомцы не пострадали. Жаль только имущество. Да и ремонт закончили совсем недавно. Пострадала больше всего кухня, там сгорела вся бытовая техника, вещи осенние, весенние. Зал сильно пострадал, обделка внутренняя, целиком надо все переделывать. Крыша, потолок еще неизвестно, надо перестилать, не надо. А так дом полуразрушенный, можно сказать, заново надо строить. Вещи все погорели, дети маленькие, напуганные. Стою в шортах, у меня даже одеть нечего. Пожар уничтожил всю бытовую технику. Уцелела только стиральная машинка. Одежда, мебель, игрушки и другие предметы быта все придется наживать заново. Сын этой осенью идет в первый класс. Все, что купили к школе, тоже сгорело. Просить помощи у людей Терехины не умеют. Всегда справлялись сами, на жизни жаловались. Но без поддержки в такой ситуации не обойтись. Телефон для связи с пострадавшей семьей вы видите на своих экранах. Яна Попова, Михаил Тырышкин, Местное время.